Привет, это Мария Певчих. Сегодня был 12-й день суда над Алексеем Навальным. Сначала он мало чем отличался от предыдущих. Рассматривались доказательства так называемых преступлений Навального. Доказательства все еще липовые. Лингвистическая экспертиза оскорбления оказалась фальшивкой, ее сделала учительница по математике. А банковские выписки со счетов Навального получили вообще незаконно, то есть в суде их использовать нельзя. Но судью и прокурора это не беспокоит. Начальство сказало посадить Навального, значит Навального посадят. Потом допрашивали самого Навального. Алексей напомнил суду очевидные вещи, что это дело сфабриковано, что потерпевшие либо подставные жулики, либо дали показания под давлением, что против него сначала придумывают уголовные дела, а уже потом собирают под них материалы. А вот так он ответил на вопрос, для чего он создал организацию под названием Фонд борьбы с коррупцией. Для чего я создал эту организацию? Я создал, наверное, запишите, пожалуйста, в контактах. Потому что я ненавижу эту власть. Потому что я считаю ее отвратительной и ворой собой. Потому что для того, чтобы ее не ненавидеть, мне нужно просто вот выйти и посмотреть на этот развал, который я в первый день своего выступления сказал в городе Покрово. Заметен вообще просто гораздо больше, чем в Москве. И в этой конкретной комнате, где просто все здесь бедные и нищие, от сотрудников до зэков. Здесь как раз отличный средств, каких-то вот просто реально несчастных бедолагов. Вот эти вот несчастные, руководители и нищие, которые мне не могут не открыть приехать. Все эти вот менты, которые тоже просто реально... Здесь к текущим кадрам колоссальные... Затрудники правоохранительных органов. Да, что? Затрудники правоохранительных органов. Которые получают не будут руководительную зарплату. Ну, собственно говоря, сейчас даже и московские затрудники правоохранительных органов после последнего роста цена, они такие же будут нищие. Но просто, чтобы у меня в Москве, в Марине, что здесь походят. Ты уходишь, видишь, какие-то дороги, видишь вот все, что происходит, и сдаешься вопросом, почему наша богатая нефтяная страна живет так бедно? Прокурор Тихонова очень долго пыталась выяснить у Навального, как именно распределялись пожертвования во время президентской кампании. Алексей несколько раз повторил, что не получал зарплату ФБК и не занимался никакими финансовыми вопросами. Как можно обвинять в финансовом мошенничестве кого-то, у кого даже не было доступа к деньгам? Ну и кроме того, как знают все зрители этого канала, мы всегда исправно и подробно отчитывались за все деньги, которые нам переводят наши сторонники. Пользуясь случаем, Навальный также напомнил суду о настоящих преступниках. Например, о прокуроре Чайке, который покрывал банду цапка и цеповяза. Или о военном преступнике Александре Бородая, герое русского мира, который купил себе квартиру в Дубае. Только вот в тюрьму пытаются посадить не их, а Навального, который посмел употребить в суде слово «офигеть». Зашла речь и о дворце Путина. Прокурор спросила, откуда Навальный узнал о дворце. Алексей ответил, что дворец Путина достаточно сложно скрыть. Следующее заседание состоится 15 марта. Тогда начнутся прения сторон. Затем останется только последнее слово Алексею и приговор. Чем дольше продолжается этот так называемый суд, тем понятнее, что доказательств мошенничества Навального не существует, как и самого мошенничества. Это целиком выдуманное дело. Алексей Навальный – главный личный враг Путина. Путин его уже пытался убить, но теперь он его сажает. И мы не должны молчать об этом. Свободу Алексею Навальному. Продолжение следует...